3 октября прошлого года, суббота, день. Водители замечают на Октябрьском мосту машину, которая ни с того ни с сего пересекает встречную полосу и наезжает на отбойник. За рулем Киа Маджентис сидит 36-летний Александр. Он едет забирать свою пятилетнюю дочь, чтобы поехать с ней за город. Ребенок в этот момент гостит у бабушки, матери и мужчины. Я пока ее одевала, он посидел, телевизор посмотрела, я их до лифта провозила. Я вообще не заметила, чтобы он был в опьянении. Не заметила я, потому что он всегда такой живой. В 3 часа дня на Тойота Раф 4 с дня рождения возвращалась компания из 5 человек. В салоне было 3 взрослых и 2 девочки, ученицы начальной школы. Иномарка поворачивала с Октябрьского на Раахе, когда в нее на полном ходу врезалась та самая Киа Маджентис, проскочившая на красный свет. От удара одну из девочек выбросила из Тойоты. Несмотря на то, что она была пристегнута ремнем безопасности, видимо посередине заднего сидения слишком высоко ремень идет из потолка на данном автомобиле. Я выскочила на улицу, увидела, что она лежит на асфальте. Сразу же было шоковое состояние, подбежала к ней, потрогала за руку, есть ли пульс. Пульс был. После аварии все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. Больше всего пострадали 2 девочки. Школьница, которая вылетела из окна машины, почти 2 месяца пролежала в больнице, долго восстанавливалась. Танцами и спортом врачи пока запретили заниматься. По словам мамы, сейчас дочка переживает, что у нее на лице остались шрамы. Судьба юной пассажирки Киа еще трагичней. Она стала инвалидом и теперь не может ходить. Следствие выяснило, что отец перевозил собственного ребенка без детского кресла. Также экспертиза показала, что в момент аварии мужчина был под наркотиками. Согласно справке из Вологодского областного наркологического диспансера номер 2 о результатах химико-таксиологического исследования от 5 октября 2020 года в биологических объектах последнего обнаружен метаамфетамин. Супруга подозреваемого не живет с ним с февраля 2020. Заявления о разводе уже поданы. По словам женщины, муж ее бил, часто выпивал. Однако о наркотиках ей ничего не известно. С детьми у пары еще есть сын Череповчанка, обвиняемому видеться разрешала. В день аварии женщина была на работе, а трагедию узнала по пути домой. А не опирали до этого? До этого был лишен несколько раз. Был лишен? Я даже не помню. А за что лишили его? Ну, алкогольное обвинение. Законным представителем потерпевшей будет заявлен гражданский иск. Его сумма составляет 1 миллион рублей. Я считаю, что сумма заявлена справедливо, с учетом степени причиненного потерпевшей вреда, а также иных заслуживающих внимания обстоятельств. По словам мамы, деньги пойдут на реабилитацию девочки. Такую же сумму, миллион рублей, потребовали и законные представители маленькой пассажирки «Тойоты». Подозреваемый рассказал суду, что за рулем уснул и свою вину в совершении ДТП признает, но отрицает, что принимал наркотики. Я ему по-своему полностью признаю, но у меня там фитамин. Не знаю, кто меня обнаружил. Я теперь просто представляю, как он у меня оказался в крови. Вот я доверяю на флористской. Просто я в клубе походу, в кофе просто сидели доверяю. Просто знаю, что у меня там фитамин, я не употребляю. Нет, у меня амфитамин, что следовательно. Сегодня городской суд выслушал участников процесса. Приговор подозреваемому вынесут в понедельник, 12 апреля. Александр Шагичев, Сергей Павлов, Новости. Продолжение следует...